В Муравленко подводят итоги года добровольца в России. Он был насыщенным. В городе прошло около 500 мероприятий, в которых поучаствовали более 15 тысяч человек. О самых ярких событиях расскажет Ирина Бугрим. Какие мечты могут быть у волонтера? Конечно же, нести людям добро, оказывать помощь и поддержку в любой ситуации. Желания добровольцев Муравленко исполнены на 100%. За год они провели в городе около 500 мероприятий. Волонтеры дарили праздники детям, помогали ветеранам, инвалидам, нуждающимся. Деятельность была очень насыщенной и разноплановой. Надо отдать должное, что у нас порядка 500 добровольцев лишь только зарегистрировались на всероссийском портале «Доброволец России». То есть это такой официальный ресурс, практически он считается основным по данному направлению деятельности, официальным. И все те мероприятия, их более 400, которые были предложены, в которых так называемые возможности для добровольцев проявить себя и свою активность. Одним из ярких стал День соседей. Автор проекта Юлия Карабен. В августе жители одного из домов на улице 70 лет октября вместе навели порядок на территории. А после их двор напомнил большой развлекательный центр. Для организации праздника оказалось достаточно лишь желания. Идеей проведения таких мероприятий загорелись многие муравленковцы. Это скорее не деятельность, а, наверное, качество, что ли. И доброволец он какой? Ну, отзывчивый, открытый, доброжелательный. И здесь уже, наверное, выбор каждого, быть таким человеком или нет. Год добровольцев Муравленко объединил неравнодушных жителей, готовых помогать, не прося ничего взамен. Общественная организация «Семья Муравленко» открыла гуманитарную комнату. Жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, там предоставят одежду, предметы первой необходимости. В 2018-м стартовал второй сезон экологического проекта «Будущее Арктики». Экодружина продолжает наводить порядок и убирать несанкционированные свалки на прилегающих городу лесных территориях. Активисты собрали 200 кубометров мусора. А в Центре социального обслуживания реализует арт-терапевтический проект «Фиолетовый лес». Инициативная команда вовлекает людей с ограниченными возможностями в творческую деятельность. Это необычный проект с точки зрения целевой группы, так как там задействованы и люди с ОВЗ, и как раз серебряные волонтеры, и дети-волонтеры нашего отряда «Искра», это дети СОП. Мы данный проект уже представляли в городе Санкт-Петербург, Газпром отметил наш проект, и мы вошли в тридцатку лучших со всей России. Не отстают от взрослых добровольцев и подростки. Лицеистка Елизавета Карпова, автор соцпроекта «Плейрум». Благодаря ей в детском отделении стационара больницы открылась игровая комната для детей и подростков. Волонтеры всегда легкий на подъем, готовы помочь и адресно, и в организации масштабных дел. В этом году также появятся и новые какие-то форматы. Но вот сейчас самое главное направление, на котором мы концентрируем все наши усилия, это фактически у нас юбилей нашего города. Поэтому очень много практик, мероприятий, предложений как раз в этой теме будет сфокусировано. Сегодня волонтерство приобретает новый, а главное нужный статус. Это не занятие, не отдельное дело. Это образ жизни, внутреннее состояние души. Но останавливаться на достигнутом добровольцы не намерены. Впереди еще много добрых дел. Ирина Бугрим, Антон Иванов, Петр Хаджаев. Новости Муравленко. Новости Муравленко.